Друзья, всех приветствую с видом на унитаз, который разобран, потому что потек. Сразу к делу перехожу. Какой нюанс возникся здесь со старым спускным механизмом? Обратите внимание на вот эту гайку уплотнительную, которая ставится под бачок обычно на дно. Сейчас я покажу куда. Обычно снизу стоит вот эта гайка. На прикрученный сливной механизм она устанавливается, вот так надевается снизу. И потом вместе с бачком устанавливается таким образом. Но обратите внимание на ее диаметр и на диаметр отверстия. Очень легко ей уйти внутрь, перекоситься и образовать вот такие загибы. В данном случае гайку эту заживало и уже ее выпрямить нельзя. Я даже пробовал подрезать, но ничего из этого не получается, это никак не помогает. Эта резина через год примерно окаменела и уже перестала работать полностью. Постоянно из-под бачка сочилась вода. В новом комплекте пористая насадка. Обратите внимание как она подходит. Она перекрывает диаметр посадочного отверстия. Даже паз здесь есть с лихвой. И это очень хорошая площадка для унитаза. Унитаз не будет перекашиваться точно и она никак не нырнет вовнутрь. Поэтому, когда вы выбираете арматуру, пожалуйста, обращайте внимание на то, какого плана кольцо у вас в комплекте. Если там суживающаяся часть, которая потом зайдет внутрь от этого отверстия, или как здесь, вот эта резина просто прямая. Прямая, никаких здесь изменений конфигурации и она попросту съезжает, не выполняет свою функцию. Плохая штука вот эта. Пористая, надеюсь, будет служить дольше уже. Есть опыт у меня использования. Никаких проблем с ней не было. Поэтому, сейчас устанавливаю новую арматуру, новый комплект. Могу показать, как это делается. Что касается нюанса по подбору уплотнительного конца. Вот это все. Не обязательно он должен быть пористый, может быть резиновый, но такого хорошего диаметра. Широкое кольцо должно быть. И желательно, чтобы с зауженным краем, с конусовидной формой такой, с конусом, который бы заходил внутрь посадочного отверстия. Запоняли, да? На этом все, друзья, что касается арматуры. Замену арматуры, друзья, я покажу в другом ролике. Ссылка на него будет в описании. Найдите, переходите, чтобы посмотреть, как это делается. Субтитры сделал DimaTorzok